Миллионы лет назад в результате мощных тектонических процессов над поверхностью вод Тихого океана возник кусок суши. Из разлома в земной коре выплеснулась лава, море закипело, в небо взметнулся огненный столб и тучи водяного пара. Так появились Гавайи. Архипелаг возник в буквальном смысле посреди океана. На земном шаре нет другого скопления островов, которое было бы так удалено от континента. Покровительницей Гавайских островов считалась Пеле, богиня огня, которую постоянно преследовала соперница богиня моря. Пеле скрылась от нее в недрах земли и время от времени напоминала о своем существовании, выбрасывая из вулканических кратеров лаву и горящие камни. Над Гавайями высятся самые активные вулканы в мире. В этом беспокойном месте первыми появились, скорее всего, полинезийцы с Маркизских островов. Дерзкую морскую вылазку на деревянных судах они предприняли около 500-го года нашей эры, возможно, следуя за перелетными птицами. Без всяких навигационных приборов, ориентируясь лишь по звездам и солнцу, полинезийцы сделали невозможное для европейцев открытие. Мореплаватели Старого Света не отваживались настолько удаляться от берега, опасаясь очутиться на краю, плоской как стол земли, и низвергнуться с этого края в пропасть небытия. Но дальние путешествия не пугали Джеймса Кука. 20 января 1778 года знаменитый мореплаватель высадился на остров Кауаи. Кук записал в корабельном журнале «Кажется, скоро здесь будут и наши обычаи, и наши болезни». Он не ошибся. В течение первого же года по его следам отправилось 45 судов. На новые земли отправились миссионеры, китобои, искатели приключений и обычные авантюристы. Во время первой высадки на Гавайях Кук был принят аборигенами как бог или, по меньшей мере, его посланник. Приплыв сюда вторично, менее года спустя, Кук поразился враждебности местных жителей. Разыгралась настоящая битва, в ход пошли камни и копья, и капитану не посчастливилось остаться в живых. Белые поселенцы ожидали, что аборигены легко примут их уклад жизни. Но в течение последующего столетия численность жителей Гавайских островов сократилась в десятки раз, а их культура и традиции были практически уничтожены. Те, кто уцелел, уже не могли жить как прежде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша цель находится в бескрайних водах. Гонолулу, Манхэттен Тихого океана. Это единственный крупный город и одновременная резиденция правительства архипелага. Расположен Гонолулу на третьем по величине острове Гавайев – Оаху. Перед линией небоскребов расстилается знаменитый пляж Вайкики Бич. Когда-то здесь была сонная деревушка. Теперь же на кусочек побережья площадью меньше двух квадратных километров приезжает более 7 миллионов туристов в год. При этом номеров в отелях всего 30 тысяч. В 50-е годы 20 века на трехкилометровом пляже появились бульдозеры. Начался строительный бум. Цены на землю взлетели до небес. Зазевавшиеся инвесторы гостиничного бизнеса вынуждены были платить за участки целые состояния. Самые дорогие клочки земли обустроены для богатых туристов. Для тех, кто проживает в Гонолулу постоянно, жизнь – это непрерывная борьба за существование. На Вайкики шумно и многолюдно. Цены головокружительные, однако тут царит беззаботная атмосфера. Градус этой атмосферы задает национальный гавайский спорт – серфинг. Здесь хорошо себя чувствуют не только профессионалы, но и начинающие серфингисты. Ведь в Айкики переводится как «спокойная вода». Бороться с волнами помогает песня, которой прежде знатные гавайцы заклинали духов. Катание на волнах тысячелетия назад было чем-то вроде религиозного ритуала. Миссионеры, поселившись на островах, запретили его. Сумасшедшие виражи на досках, да еще без одежды, казались им непристойными. Но изда по волнам настолько укоренилась в гавайской культуре, что запрет оказался напрасным. Лучшие серфингисты традиционно пользовались огромным уважением среди соплеменников и занимали высшие места в местной иерархии. Скольжение по волнам нашло своих энтузиастов и среди белых. На рубеже 19-20 веков началось всемирное распространение этого вида спорта. Мастером и образцом для подражания стал потомок королевского рода Дюк Каханамоку. Старейший шикарный отель на Вайкики Бич, до сих пор пользующийся статусом культового места, Moana Surf Rider сети Шаратон. Отель «Первая леди Вайкики» был открыт в 1901 году. С элегантным викторианским интерьером контрастирует одежда большинства гостей. Вместо смокингов – шорты. После вечернего чая гости на веранде наслаждаются легким бризом и расслабляющей музыкой. Однако звучит не традиционная укулеле, а акустическая и электрическая гитары. Рядом с верандой выросло большое фиговое дерево, посаженное еще в 1885 году. В его тени на протяжении 40 лет записывали известную радиопередачу «Гавайи Колс». Несколько рассказов и стихотворений написал под деревом Роберт Льюис Стивенсон. Здесь по-соседски развлекаются гости отеля «Аутригер». Тени удлиняются, ритмы становятся все более жаркими, пляжи пустеют, фотообъективы поворачиваются к западу. Редактор субтитров А.Семкин Закат на Гавайях – переживание почти мистическое. Когда сгущаются сумерки, жизнь переносится на несколько сотен метров вглубь острова. Загораются витрины шикарных бутиков на Калакуа-авеню. Загораются витрины шикарных бутиков на Калакуа-авеню. Свои ворота открывает Интернешнл Маркетплейс – красочный рынок с сувенирами, рукоделием, украшениями и деликатесами местной кухни. Атмосфера гораздо более свободная, чем в дорогих бутиках. На лотках множество дешевых поделок, но внимательный глаз найдет среди них и маленькие шедевры. Полная луна и множество огней. Кажется, этот город никогда не спит. Кейки-Ока-Айна Кейки-Ока-Айна – дети страны, так называют себя островитяне. Чувство общности у них очень развито. Не важен цвет кожи, не важно, откуда родом твои предки – из Полинезии, Азии или Америки. Родина не забудет ни одного из своих детей. Английский писатель Сомерсет Моэм так описал острова «Гавайи – это необыкновенный сплав культур и религий, влияние Востока и Запада, старинных традиций и современности». Поездка в центр Гонолулу подтверждает наблюдение Моэма, хотя с 1921 года соотношение между традицией и современностью заметно изменилось. Излюбленные объекты для съемок в порту – старое четырехмачтовое судно Falls of Clyde и Aloha Tower. 56-метровая башня, построенная в 1926 году, многие десятилетия была самым высоким зданием в городе и его архитектурной визитной карточкой. Под смотровой площадкой видна надпись «Алоха» – гавайское приветствие для гостей. С вершины можно окинуть взглядом старый порт и офисные здания в центре, которые давно уже переросли портовую башню. У старого Мола стоит лишь Falls of Clyde – единственный сохранившийся на островах парусник, построенный в конце 19 века на верфи в Глазго. Залив был открыт капитаном Уильямом Брауном и вскоре стал естественным портом, где грузили ром, оружие, сандаловое дерево и другие ценные товары. Старинный парусник – экспонат музея Гавайский морской центр, который достоин более подробного осмотра. Скелет гигантского горбатого кита возвышается над моделями и копиями лодок, на которых полинезийцы полторы тысячи лет назад перебрались на архипелаг. Скептики считали, что невозможно преодолеть на легких лодках тысячи океанских миль. Однако в 1976 году страстные члены общества любителей путешествий Полинезии построили копию древней лодки и проплыли на ней пять с половиной тысяч километров от Маркизских до Гавайских островов, без компаса, часов и другой навигационной помощи. Красиво декорированные фасады, а рядом гиганты из стекла и бетона. Это соседство напоминает о динамичном развитии Гонолулу – от маленькой рыбацкой деревушки до крупного финансово-экономического центра в Тихом океане. Значительный вклад в экономическое развитие островов внесли китайские работники, привезенные на Гавайи в середине XIX века. Их потомки заселяют Чайна-таун, возникший на задворках порта на реке Нууану-стрим. Свежие дары моря, хрустящая утка по-пекински, пикантные супы. Китайский квартал знаменит своей кухней. Большинство блюд подается с клетками ручной лепки. В Чайна-тауне производят самые красивые леи – цветочные гирлянды, ставшие символом Гавайев. Венки вручают знак приветствия уважаемым гостям, друзьям, с которыми давно не виделись, и людям, которым хозяева хотят показать свое расположение. Вручая венок, гостя целуют в щеку. Это очень важный жест. Он означает, что гость становится другом, почти членом семьи. Сердце делового квартала – пассаж Форд-стрит. За набережной открывается старая часть Гонолулу. Эти три дома были построены в начале XIX века. Фреймхаус, Чемберленхаус и Принтинхаус принадлежали первым американским миссионерам, прибывшим на Гавайи в 1819 году. Священники с энтузиазмом развернули миссионерскую деятельность. Уже через несколько лет после прибытия они проповедовали в новой церкви – Кавайя-Ао-Чорч. На ее строительство пошло 14 тысяч коралловых блоков, добытых из рифа, при помощи острова, как бритва, акульего зуба. Недалеко от старейшей церкви на Оаху возвышается Гонолулу-Хейл – городская ратуша, построенная в 1929 году. Здание обеих палат парламента возведено в 60-х годах минувшего века. Над входом в парламент висит большая каменная печать – копия той, что сделала Гавайи 50-м штатом североамериканских Соединенных Штатов. Это произошло в августе 1959 года. На государственной печати виден девиз – независимость страны увековечена справедливостью. Лозунг известен еще со времен монархии. Он отображен и над входом в королевский дворец Иолани. Это единственная королевская резиденция в Соединенных Штатах. До присоединения к американской сверхдержаве здесь правил король Калакауа, а потом его сестра Лилиуо Калани. Напротив дворца стоит памятник Камеамеа Великому, предводителю одного из гавайских княжеств, который объединил страну в начале XIX века. Он наш отец, покровитель нашей страны, так считают современные островитяне. Королева Лидия Лилиуо Калани была последней представительницей династии Калакауа. В 1893 году она была свергнута с трона группой землевладельцев, которых поддерживали отряды американской морской пехоты. В 1894 году была образована Проамериканская республика Гавайи, спустя четыре года вошедшая в состав Соединенных Штатов. Свадьба на Гавайях вошла в моду у американцев и японцев. Кому мода, а гавайцам – отличный бизнес. Почти 10% туристов составляют молодожены. Очередная влюбленная пара начинает совместную жизнь на фоне сказочных видов. Но идиллия царила здесь не всегда. Ранним утром 7 декабря 1941 года Перл-Харбор превратился в ад. На американский военный порт обрушился град японских бомб. Бомбардировка погубила почти 2500 американцев. Многие из них похоронены здесь же, на самом большом военном кладбище Гавайев. Национальный мемориал размещен в кратере потухшего вулкана Панч Боул Кратер. Здесь покоится 34 тысячи американских солдат, отпавших в сражениях с испанцами, до погибших в Корее, Вьетнаме и Ираке. С края кратера открывается вид на обращенный к морю центр Гонолулу, Вайкики-Бич и Даймонд-Хэт. От этого места примерно час пути до вершины Даймонд-Хэт, находящейся на высоте 200 метров над Вайкики-Бич. Название вулкану дали моряки, увидевшие на склонах кристаллы. Однако предполагаемые бриллианты оказались кальцием, не имевшим ценности. Но название «Даймонд-Хэт» – «Бриллиантовая голова» – прижилось. Часть маршрута «Даймонд-Хэт» проходит мимо укреплений штаба американской армии времен Второй мировой войны. Самое высокое место кратера – Ляхи-Пойнт, огненная точка, одна из популярнейших достопримечательностей Гонолулу. Внизу видны парк Капиолани и Вайкики-Бич. Вдоль побережья Тихого океана тянется главная улица города. По дороге с «Даймонд-Хэт» на юг находятся несколько смотровых площадок, с которых открываются фантастические виды на океан. На юго-западной оконечности Оаху расположен золотистый Сэнди-Бич. Это один из самых красивых и самых опасных пляжей на острове. Океанские течения здесь непредсказуемы. Противостоящие натиску ветра скала неподалеку от Макапу-Бич обозначают начало более суровой части побережья. Ветреный Оаху, восточный берег, широко известен среди моряков и серфингистов. Само собой, из-за высоких волн и сильных ветров, которые дуют здесь почти круглый год. Волны, ветер и трехкилометровый белый пляж привлекают мастера виндсерфинга Робби Наиша. Он решил поселиться в Каилуа. Все чаще конкуренцию серфингистам составляют любители кайтсерфинга. Оаху в вольном переводе «место встречи» – третий по величине остров Архипелага. 70 километров в длину и почти 50 в ширину. С северо-запада на юго-восток его пересекает вулканический массив Ко-Лау. Его высота находится на уровне 1200 метров. Старинная легенда предостерегает от путешествия по ущелью. Неосторожных пешеходов якобы подстерегает гигантская ящерица Моо. Высящийся из воды скалой – это гребни ее хвоста, потерянного в битвах с другими морскими чудищами. Не менее живописно и грозно выглядит северное побережье Оаху, которое тоже может похвастаться высотой океанских волн. Простые смертные с безопасного расстояния наблюдают за виражами отчаянных серфингистов. Каждый год между ноябрем и началом января на отрезке пляжа между Сансет-Бич и Халейвой встречается международная группа мастеров виндсерфинга и проводит чемпионат мира. В это время года волны достигают рекордной высоты – до 10 метров. Бороться с подобной стихией могут лишь лучшие из лучших. От северного побережья вглубь острова ведет Камеа-Меа-Хайвей. На полпути к Гонолулу находится один из священных для гавайцев объектов – волшебный родильный камень Кукани-Локо. Гавайские принцессы являлись сюда, чтобы рожать наследников в полной тишине – под сенью пальм и эвкалиптов. Джеймс Долл родился в 1877 году. В 22 года он прибыл на Гавайи, спустя три года основал на Оаху плантацию ананасов. Консервы со сладкими дольками быстро стали популярным товаром с Гавайских островов. Местные жители плохо привыкали к тяжелой низкооплачиваемой работе на плантациях. Растущий спрос на ананасы заставил владельцев плантации привезти тысячи наемных работников из Китая, а позже – из Португалии. В 1804 году, после присоединения Оаху, король Комеомеа поселился в Гонолулу. Но шумный город докучал ему, и его величество нашел более тихое убежище. Вместе со всем двором он переехал в Кейлуа-Кона на острове Гавайи. Последовав примеру правителя, мы и сегодня найдем в Кейлуа-Кона умиротворение. И хотя туристический центр острова Гавайи уже не так похож на кусочек рая, в нем есть все условия для королевского вида спорта – скольжение по волнам. Особняк Хулихе был тщательно отреставрирован. Летняя королевская резиденция вновь обрела былую красоту. Любимое место гавайских королей расположено на закрытой от ветра стороне Гавайев. Поэтому Кейлуа еще называют Кона, что по-полинезийски означает «отвернувшийся от ветра». Кейлуа магическим образом притягивал не только правителей, но и миссионеров. Первые из них прибыли сюда в 1820 году. Полные энтузиазма они построили в 1836 году храм, старейшую ныне на архипелаге церковь Мукуай-Кауа. Мукуай-Кауа Мукуай-Кауа Еще несколько километров на юг, и мы увидим обновленные реликвии прежних времен – королевский бассейн и пляжный шатер короля Калакуи. Рядом находятся купальни для гостей шикарных отелей, не менее богатых, чем легендарные правители Гавайев. А это удовольствие незнакомое гавайским королям – игра в гольф. Элитный вид спорта появился на островах относительно недавно, вместе с богатыми туристами. Сегодня гольф почти так же популярен, как и серфинг. Дальнейший путь на южное побережье пролегает через обширные плантации орехов макадамии и кофе. Кофейные кусты посадили на острове в XIX веке миссионеры. Почва и климат идеально подошли для этого растения, и вскоре кофе Кона завоевало признание в мире, войдя в число важнейших экспортируемых продуктов. Из густой зелени выплывает неоготическая башенка церкви Святого Бенедикта. Сто лет назад один талантливый монах создал внутри храма небольшое произведение искусства. За алтарем он дорисовал апсиду, что придало помещению дополнительный объем. Величественные фигуры богов, так называемые Киис, стоят на страже Паухануа, нынешнего исторического парка. Осужденные на казнь и пленные, добравшись сюда, что было весьма нелегко, могли рассчитывать на милость прощения. Правила поведения регулировал Кодекс Кавакаи, состоящий из священных законов, называемых Капу. К наиболее суровым относился запрет на совместную трапезу мужчин и женщин. Строго карался простой гражданин, ступивший на территорию правителя. На царственную особу нельзя было даже отбрасывать тень. Единственным способом спастись от наказания был побег в Паухануа. Если беглецу удавалось опередить преследователей и стать у ворот святилища, жрецы Кауана совершали над ним ритуал очищения от грехов. Паухануа Северо-западное побережье Гавайев, Кахала-Коаст. Дорога взбирается на выжженные солнцем остывшие гребни лавы. В последние десятилетия крупные гостиничные сети вложили в этот суровый участок земли миллиарды долларов. На вулканической скале выросли искусственные оазисы, а рядом с ними шикарные отели. Продуманные оросительные системы снабжают водой устроенные человеком лагуны и бассейны. До комплекса Хилтон-Вайколоо-Вилледж можно добраться на лодке по искусственному каналу или посредством современной железной дороги. Нелегко было посадить на камнях полторы тысячи кокосовых пальм, дающих желанную тень гостям гавайского Диснейленда. Очередная достопримечательность «Почти рая на земле», как назвал это место журналист Wall Street Journal – дельфины. за совместное купание с симпатичными морскими млекопитающими надо заплатить 100 долларов. Самый красивый общедоступный пляж на побережье Кахала – это Хапуна Бич. Длинная почти километровая полоса белого песка ограничена с одной стороны черными вулканическими скалами, а с другой – синим простором Тихого океана. Зеленые пальмы вместо черного гранита – таков фон, расположенного по соседству Вайкулуа Бич. На Большом острове, как еще называют остров Гавайи, в отличие от других, не так уж много песчаных пляжей, у которых можно безопасно купаться. Большинство из них расположено на закрытом от высоких волн западном побережье. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На берегу возвышается храм, построенный в 1790 году по велению короля Каме-Амеа в честь бога войны Кукай-Лимоку. Как утверждал придворный гадатель Капукаи, божество воздаст правителю добром и поможет ему завоевать остальные острова. Предсказание исполнилось. Храм окружен поклонением по сей день. Северная конечность острова Гавайи почти лишена растительности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Больше зелени вдоль Мамалахоа-Хайвэй, дороги, ведущей на север, в сторону гор Кахала, в край гавайских ковбоев. Тропический пейзаж не уступает декорациям Техаса, Аризоны или Вайоминга. На ранчо пасутся огромные стада скота. В начале XIX века король Каме-Амеа поручил Джону Паркеру, поселенцу из Новой Англии, согнать в одно место все ничейные и дичающие стада. Двадцатью годами раньше они были привезены на острова англичанами. Наградой за этот труд должен был стать гектар земли в личное пользование. Паркер без труда справился с заданием, а на предоставленном участке основал ранчо, которое со временем выросло до тысячи гектаров. На протяжении многих лет ранчо остается собственностью семейства Паркеров. Сменилось уже шесть поколений хозяев. Выпасом 50 тысяч голов скота занимаются потомки мексиканских ковбоев, так называемые паниолос. По другую сторону Кахала дорога обрывается вблизи смотровой площадки над долиной По-Лолу. В ландшафте северо-восточного побережья Хамакуа преобладают отвесные скалы, пересекаемые узкими ущельями. Самая большая долина и единственная, по которой проложена асфальтовая дорога, это Вайпио-Велли. На плодородной почве выращивают съедобную колоказию, которая зовется гавайской картошкой. На протяжении веков эта культура составляет основу рациона островитян. Ее сладкие корни очень вкусны и сваренные, и в жареном виде. Из них также готовится популярная закуска пои. В отличие от сурового западного побережья Гавайев, Восточное очаровывает своей тропической природой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наши представления о Гавайях подтверждают густые непроходимые джунгли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Цветут геликонии и бугенвилии, красочные дикие орхидеи, имбирь, бальзамин и антуриум. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С каждым шагом все отчетливее слышен шум воды. После получасового путешествия через джунгли нам открываются водопады Акака Фоллс с высотой 134 метра. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Падающая вода попадает в красивую бухту. Вокруг Хилла Бэй выросли постройки, самого крупного поселения на острове Гавайи, Хилла. В городском японском парке имени последней правительницы Гавайев, Лилио Калани, гостей встречают весьма радушно. Но это вряд ли может задержать туристов надолго. Как можно жить там, где дождь идет почти 280 дней в году? Нам повезло, сегодня на Тхилла светит солнце. В старинном деревянном здании 1839 года размещается исторический музей. В городе множество тщательно отреставрированных деревянных зданий. Они вполне функциональны. В них течет обычная жизнь. Чуть кристалл. Польшая, что есть. Вокруг Игра светит Из вертолета мы можем окинуть взглядом почти весь остров. После нескольких минут лета из Хилла над обширными кофейными и ореховыми плантациями мы попадаем в места повышенной вулканической активности. На острове Гавайи находятся пять довольно больших вулканов – Мауна-Лоа, Мауна-Кеа, Килауэа, Хуалалай и Кахала. Именно их извержение создали остров площадью 10 тысяч квадратных километров. Большой остров до сих пор продолжает расти. Белые столбы пара обозначают места, где горячая лава вливается в море. Вулканы проявили свою сущность 30-40 миллионов лет назад. Сначала на дне океана. Острова возникли как раз там, где магма постоянно пробивает земную кору. Тектоническая плита перемещается в северо-западном направлении примерно на 10 сантиметров в год, унося с собой острова с гаснущими вулканами. При этом магма пробивает дно океана и создает новый остров. Таким образом, Гавайи – самый восточный и самый младший остров в архипелаге, а Кауаи – самый старший. Глядя на кипящий кратер Пу-О, понимаешь, как тонка в этом месте земная кора. В течение последних 40 миллионов лет из Тихоокеанской горячей точки выросло 82 вулкана, образующих ныне цепь Гавайских островов. Наиболее активный и непредсказуемый вулкан на Гавайях – Килауэа. Вырывающиеся из него струи лавы за последние 20 с лишним лет увеличили площадь острова более чем на 200 гектаров. Сейсмическая ситуация может измениться в любой момент. Поэтому при въезде в Национальный парк Гавайских вулканов находится специальный информационный центр, располагающий данными о проходимости дорог и возможных опасных зонах. Парк встречает гостей запахом серы. Извержения заслоняют вид на кратер Килауэа. До Преисподней отсюда ближе, чем до неба. Маршрут Кратер Рим-Роуд ведет через лунный пейзаж. Килауэа, размеры которого 3 на 5 километров, пожалуй, единственный в мире кратер, к краю которого можно подъехать на машине. К предостережениям следует относиться серьезно. Уход с обозначенного маршрута даже на несколько шагов может привести к трагическим последствиям. Известны случаи, когда обеспеченные любители приключений сгорали живьем или задыхались. Одна из главных героинь гавайской мифологии известная своими вспышками гнева богиня Пеле. В приступе злости она могла воспламенить врагов из-под земли или забросать их горячими камнями. Гавайцы старались ублажать ее жертвами, которые складывали на краю кратера. Второй действующий вулкан на Гавайях после Килауэа – Мауна-Лоа. Дремлют Мауна-Кеа и Хуалалай, а также Халиакала на острове Мауи. Остальные вулканы считаются погашшими. Другой популярный маршрут в национальном парке – это Chain of Crater's Road, то есть дорога вдоль цепи кратеров. От стоянки над кратером Мауна-Улу начинается двухчасовое пешее путешествие по остывшим полям лавы. Остывшим не так уж давно, горячая лава вылилась здесь на поверхность в 70-х годах 20-го века. Ярость богини Пеле впечатляет, но не менее заметна и ее созидательная работа. КОНЕЦ Чем ближе к побережью, тем моложе поля лавы на нашем пути. Ходить по недавно застывшей лаве – все равно, что играть с огнем. Подгорелые подошвы – наименьшая возможная неприятность. Даже опытные проводники не могут предвидеть, откуда из-под твердой на первый взгляд поверхности ударит струя лавы. Неподалеку горячая лава громким шипением возвещает о встрече с волнами океана, увеличивая территорию Гавайских островов еще чуть-чуть. Вулкан Мауна-Кеа уже давно достиг зрелого возраста. Его последнее извержение было примерно за 2500 лет до нашей эры. Высота в 4205 метров делает Мауна-Кеа самой высокой вершиной в акватории Тихого океана. А вместе с подводной частью Мауна-Кеа превосходит Эверест более чем на 1000 метров. Ехать в гору по гравию и песку можно только на полноприводном автомобиле. Рядом к небу тянется конус Мауна-Лоа, более 4100 метров над уровнем моря. Перед нами самая массивная по объему гора в мире. В этой пустыне из гравия вязли даже луноходы НАСА. Гавайцы назвали вулкан Мауна-Кеа, то есть Белая гора. Наверное, потому что зимой вершина покрыта снегом. Летом на склонах тоже виднеются белые пятна. Но это не снег, а купола чуть ли не самых больших телескопов в мире. Расположенный неподалеку Международный астрономический центр Анизука носит имя астронавта Элисона Анизуки, выходца с Гавайев. В 1986 году он трагически погиб в катастрофе Челленджера. Часть обсерватории открыта для посещений. Значительную роль в создании двух оптических телескопов с диаметром 10 метров сыграл фонд американского предпринимателя Уильяма Майрона Кека. Место для телескопов-близнецов на Мауна-Кеа астрономы считают идеальным. Оно находится недалеко от экватора, высоко, и воздух вокруг не загрязнен продуктами цивилизации. Космические фотографии через гигантские линзы впечатляют необыкновенно, как и виды с вершины Мауна-Кеа. Они вполне могли бы сойти за пейзаж далекой планеты. Через несколько километров картина вновь становится привычной. Насколько можно назвать привычным тропический рай на острове Кауаи. Здесь природа продемонстрировала всю свою красоту, разнообразие и творческие способности. Вулкан на старейшем гавайском острове Кауаи погас 3 миллиона лет назад. По легендам, именно с этого острова началось заселение архипелага. Если на большом острове потоки лавы постоянно наращивают сушу, то на Кауаи все наоборот. Волны, дождь и ветер постоянно точат скалы. Из вертолета хорошо видно, какие удивительные формы придает острову губительная эрозия. Кауаи 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 Субтитры создавал DimaTorzok Эрозия выточила не только скалы на побережье, но и глубокие каньоны на самом острове. Короткое приземление на узкой скале вызывает сердцебиение. Водопады, скалы, глубокие ущелья, бурная тропическая растительность, непроходимые джунгли – вот композиция диких видов, которая никого не оставит равнодушным. Уже много лет этот ландшафт активно используется в кино. Из-за скал побережья на Пали метал камни разъярённый Кинг-Конг. На пляже в Голубых Гавайях пел Элвис Пресли, а в джунглях хозяйничали динозавры из парка юрского периода – Спилберга. Всего на Кауае сняли около 50 фильмов. Субтитры подогнал «Симон» В западной части острова, примерно на 20 километров, простирается необыкновенный каньон Ваймеа. Марк Твен не случайно назвал его Великим Тихоокеанским каньоном. Его глубина – более километра. Субтитры подогнал «Симон» Наибольший эффект пропасть производит, когда стоишь на её краю. На красоте Кауае главным образом сказывается удалённость от главных туристических маршрутов. Это сохранило пейзажи острова нетронутыми. Вдоль маршрута Ваймеа-Каньон-Драйв расположено множество смотровых площадок. С каждой из них каньон предстаёт в ошеломляющем виде, всякий раз открывая свои новые удивительные черты. Джунгли, заполнившие пространство между стенами ущелья, представляются непроходимыми для простого смертного. Так, по крайней мере, это выглядит сверху. На самом деле здесь есть несколько тропинок, по которым без особого труда можно спуститься на дно каньона. В зависимости от времени суток и положения солнца на небе, стены ущелья приобретают разные оттенки. Из оранжевых они делаются красными, а затем тёмно-коричневыми. Эта палитра становится ещё богаче, когда к игре цвета присоединяются облака и серебристые отблески многочисленных водопадов, не спадающих в каньон. 240 метров водопада Вайпо, зрелище которым можно полюбоваться с точки Ваймеа каньон Лукаут. Ваймеа каньон Драйв кончается у смотровой площадки Калалау Лукаут. Здесь нас ждёт достойный финал путешествия. Долина Калалау, обрамлённая отвесными скалами, поросшая густыми джунглями, неожиданно уходит в океан с высоты 1200 метров. Нашему взору открывается новая панорама. В сердце Кауаи стоит гора Вай-Але-Але. У её подножия простираются непроходимые болота Алакай. Постоянные дожди приносят рекордное количество влаги – 12 тысяч миллиметров в год. Это делает полноводными все реки на Кауаи. Со смотровой площадки Пу-О-Кила мы окидываем прощальным взглядом сказочное побережье на Пали. Продолжение следует... Помимо самого крупного каньона, самого красивого пляжа на Тихом океане и самого дождливого участка земли, Кауаи может похвастаться ещё кое-чем самым-самым. Например, самым большим на архипелаге количеством песчаных пляжей. Их здесь 43. Кауаи – то, что надо и для любителя позагорать, и для серфингиста. Кауаи – то, что тяжелая моя. весельная лодка. Лодки строятся по старинному образцу, передающемуся из поколения в поколение. Мастер Кауна Кала-Ивоа должен быть знаком не только с техникой обтесывания дерева, но и с древними ритуалами. Без них никуда. Ни одна лодка не может выйти в море, пока не будет наделена душой. В противном случае она, как говорится, не держалась бы за море, не взлетала б на волну. У древних королей были целые флотилии, состоящие из тысяч таких лодок. На солнышке, вызывая ажиотаж туристов, греются гавайские тюлени-монахи. Это единственный вид тюленей, который круглый год живет в тропическом или субтропическом поясе. Примерно в 50-е годы прошлого века им угрожало вымирание, но, к счастью, популяцию удалось увеличить. Сегодня она насчитывает около 1200 голов. Вместо меха – твердый панцирь. Другие обитатели пляжа – зеленые черепахи. Они также относятся к исчезающему виду и, подобно монахам, находятся под строгой охраной. А вот популяции туристов, похоже, ничего не угрожает. Они в огромных количествах оккупируют пляжи на побережье По-Ипу, в южной части Кауаи. Сразу же за пляжем расположен Кияуна-резорт – гостиничный комплекс на месте бывшей плантации сахарного тростника. Она перестала окупаться в 60-е годы прошлого столетия, вместе с падением цен на сахар на мировых биржах. Однако По-Ипу не пришел в упадок. Наоборот, пользуясь своим выгодным положением, городок моментально переориентировался на обслуживание туристов. Отели утопают в море зелени. Здесь растет более 3000 видов экзотических цветов. Очень много в этом саду и кактусов. На старых фотографиях, которыми увешаны стены отеля, отображено, как начиналось их разведение. Культивировать кактусы начала Александра, внучка сахарного барона Вальдемара Кнутсена. Свой кактусовый сад она назвала в честь любимого мужа Гектора Мойра. Сахарный тростник на Гавайях стали выращивать не англичане или американцы, как можно было бы предположить, а полинезийцы и всего лишь тысячу лет назад. Плантация в Калоа на юге Кауаи возникла в 1835 году. Первые две тонны сахарного тростника были проданы за 200 долларов. Интерес возник молниеносно. Экспорт стал приносить весомые доходы. По мере того, как разрастались плантации, рос спрос и на рабочую силу. Работников привозили главным образом из Азии, Китая, Японии и Филиппин. До 60-х годов XX века выращивание сахарного тростника было главной отраслью гавайской экономики. Когда в Калои была закрыта последняя мельница, моловшая тростник, актуальным стало выращивание кофе. Кофейное общество Кауаи, основанное в 1986 году, потеснило магнатов сахарного тростника и орехов макадамия. В 1989 году кофейное общество Кауаи было уже главным поставщиком кофе на американском рынке. В 1997 году было заготовлено почти 2000 тонн кофейных зерен. В маленьком музее, посвященном популярному напитку, туристы могут познакомиться с тайнами выращивания и обжаривания кофе. Не обойтись и без дегустации. На Гавайях плоды кофе растут не на кустах, а на маленьких деревцах, которые живут до 100 лет. Красные плоды кофейного дерева созревают около 9 месяцев, затем их начинают собирать. Вулканические почвы и климат идеально подходят для разведения кофейных деревьев. С одного деревца собирается количество зерен, из которого можно сварить от 40 до 60 чашек напитка. Чтобы получить зерна на килограмм молотого кофе, необходимо обеспечить растению 150 литров воды. Кофейное дерево, как и сахарный тростник, требует огромного количества влаги. И если в окрестностях Вае-Али-Али с этим нет проблем, здесь выпадает 12 тысяч миллиметров осадков в год, то на юго-востоке острова плантаторы ощущают дефицит влаги. Недостаток воды расставляет приоритеты в ее использовании. С того времени, как туризм стал главным источником дохода, выгоднее стало заполнять водой бассейны отелей и поливать поля для гольфа, чем гнать ее помпами на плантации сахарного тростника. С каждым годом плантаций становится все меньше и меньше. Зато туристические центры переживают период расцвета, такие, например, как Принцвилл-резорт на северном побережье. Самый крупный туристический комплекс на Кауае, занимающий 40 гектаров земли, зарабатывает не только на ночлеге и питании туристов, но и на прокате спортивного снаряжения и продаже сувениров. Центр комплекса сосредоточен в элегантном одноименном отеле. Конкуренцию внутреннему убранству может составить разве что вид с террасы, на залив Ханалей и горы Намалакама. Размеры гостиничных комплексов обратно пропорциональны скромной площади острова. Она меньше, чем территория, скажем, Лондона. Цены на землю и недвижимость растут с астрономической скоростью. Подобным образом дело обстоит и со строительными материалами, которые нужно везти из-за океана. Кауаи пользуются все большим интересом у инвесторов. Их не смущает, что остров находится в полосе тропических ураганов. В 1992 году очередная буря уничтожила или нанесла значительные повреждения более чем половине зданий. Вайлуа-нуи-хуано. Большая священная река Вайлуа. Название передает то поклонение, которым окружали Вайлуа аборигены. Вдоль берега проходит храмовый путь. От храмов осталось лишь воспоминание. Чтобы узнать, как выглядела жизнь в давние времена, мы можем посетить скансен Камокила. Помимо жилых домиков, здесь есть объекты иного значения. Так называемый родильный дом, зал собраний и даже эшафот. В устье Вайлуа находится кокосовое побережье. Здесь жили древние правители Кауаи. Прекрасно чувствовал себя здесь и один из современных королей. Король рок-н-ролла Элвис Пресли. Любители винт- и кайтсёрфинга ждут ветра и высокой волны. Здесь идеальные условия для скольжения по волнам. Одни дают порывам ветра унести себя вдаль, а другие напрягают все силы, чтобы побороть стихию. Северный мыс Кауаи атакуют ветры и волны. Но эти условия не пугают многочисленных наблюдателей за птицами. На 65-метровой скале возвышается маяк. Построенный в 1913 году, он снабжён одной из самых больших линз в мире. Её свет видно на расстоянии 140 километров. Внимание орнитологов приковывают фрегаты и красноногие глупыши, которые гнездятся в скалах. И вновь зелёный облик острова – фруктовые плантации на северном побережье. Зеленят эти места и поля риса. В долине Ханалеи его с успехом растят китайские иммигранты. Заливные поля используются также для выращивания национального продукта – колоказии. Клубни, подобно рису, растут на кало-лои, то есть затопленных полях. Половина общего урожая происходит именно с Ханалеи. У этого растения съедобны и клубни, и листья, и стебли, богатые витаминами и минералами. Построенный в начале минувшего века узкий мост Ханалеи давно уже закрыт. Заржавевшие опоры ограждают значительную часть долины Ханалеи от наплыва туристов. Залив Ханалеи тоже сохранил первозданную красоту. Ханалеи означает «место, где плетутся леи». И действительно, цветов для традиционных гавайских гирлянд тут предостаточно. Яркими красками привлекают также фасады баров и ресторанов. КОНЕЦ В более скромные тона окрашена церквушка Вайоли Хуиа. Последний песчаный пляж на побережье Ханалеи – Кея-Бич. К западу в лагуне, образованной коралловым рифом, из моря торчат острые скалы. КОНЕЦ 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 Следующий остров на нашем пути – Мауи. Он также в почете и у любителей пляжного отдыха, и у серфингистов. КОНЕЦ Мауи – второй по величине и по старшинству остров Гавайев. Это также наиболее популярный после Оаху туристический центр. Бесконечные песчаные пляжи – главная приманка для отдыхающих, число которых свыше двух миллионов человек в год. Туристов привлекает и разнообразие здешних пейзажей. Хана Хайвэй вьется сотнями зигзагов через густой тропический лес вдоль крутого северного побережья. За каждым поворотом открывается новый ошеломляющий вид. Неудивительно, что путешественники поминутно останавливаются, и на преодоление 80-километровой трассы уходит порой целый день. Не только пейзажи, но и погода меняется, как в калейдоскопе. Хмурые тучи во мгновение ока могут скрыть ясное небо. В маленьком, расположенном вдали от цивилизации местечке Хана, можно ощутить подлинную атмосферу Гавайских островов. В нескольких километрах к югу от Ханы мы находим прекрасные водяные каскады Охео-Галч. В отличие от лесистого севера, южная и юго-западная части острова выглядят довольно скромно. Над горным массивом Халиакала редко собираются грозовые тучи, поэтому зелени тут маловато. На пляжах южного Мауи жизнь бьет ключом. Беззаботное настроение несколько омрачает лишь вид грозного вулкана вдали. Десятикилометровый Киэй-Бич – самый длинный песчаный пляж на Гавайях. С севера его омывает залив Ма-Алеа. Порт в заливе служит исходной точкой для дальних вылазок в море как рыбаков, так и прогулочных яхт. Однако, даже не имея своего корабля, можно познакомиться с секретами океана. В заливе Ма-Алеа действует океанический центр Мауи. Коралловый риф поражает богатством цветов и разнообразием форм жизни. Лениво, будто в невесомости, движутся в голубом пространстве скаты. Неутомимо снуют акулы. Вглубь гигантского аквариума, содержащего более 2 миллионов литров морской воды, мы попадаем через сверхпрочный акриловый тоннель. Кристально чистая вода и прекрасное освещение создают иллюзию подводного путешествия. Субтитры создавал DimaTorzok Ещё интереснее на палубе этого судна. Мы плывём в те воды у побережья Мауи, где зимуют горбатые киты. Могучие 18-метровые и 45-тонные морские млекопитающие приплывают сюда в конце ноября и остаются до апреля. Тёплая вода больше всего благоприятствует их брачным союзам. После рождения малышей гиганты возвращаются на север, к берегам Аляски и Чукотки. К сожалению, в результате многолетней охоты популяция горбатых китов сокращается. Первоначально в северной части Тихого океана их обитало около 18 тысяч. В окрестностях Гавайев на зимовку приплывает едва ли полторы тысячи животных. Недавно охота на китов была запрещена, и их популяция постепенно начала расти. Порт Лохаина на западном побережье Мауи. В середине 19 века здесь находилась главная база американских китобоев. Сегодня сюда заходят лишь яхты да экскурсионные кораблики. После выматывающей охоты китобои любили повеселиться. Когда они блуждали в поисках рома, женщин и повода для драки, жители местечка баррикадировались в своих домах. Лишь миссионеры положили конец разбою и разврату, введя поистине полицейский режим. Но мариманы не сдались просто так. Они обстреляли из орудий дом администратора Уильяма Ричарда за то, что тот не дал им хорошенько повеселиться. На фронт-стрит, где некогда размещались оружейные лавки и притоны, сегодня процветает искусство. В более чем 40 галереях можно полюбоваться произведениями не только местных художников, но и мировых знаменитостей, таких как Дали, Миро или Шагал. Романтика тропических морей, запечатленная на холсте, продается так же хорошо, как и живая, с гамаками, пальмами и шикарными отелями. Каанапалу, к северу от Лохаины, осаждают орды туристов. Прославленные сети отелей, такие как Хаят, Шаратон или Мариот, не волнуют архитектурной амбиции. Самое главное, чтобы в отеле поместилось как можно больше гостей. Межбетонных колоссов бессмысленно искать романтический дух Гавайев, как на этих плакатах. Для одних этот дух заключен в фольклоре, для других – в сувенирном магазинчике. Большинство отелей приветствуют своих гостей традиционной цветочной гирляндой, леей и напитком. После этого обязательного ритуала вновь прибывших приглашают на пир, который называется Луау. Традиционные Луау в честь рождения ребенка, свадьбы или нового вождя племени продолжаются порой три недели без перерыва. Их без преувеличения можно назвать праздником живота. Луау для туристов кончается в тот же день к вечеру, зато его сопровождают дополнительные развлечения. Обучение танцу хула и ускоренный курс плетения цветочных гирлянд. Главное блюдо Луау – печень поросенка, подаваемая со сладким картофелем и гарниром Лау-Лау. Все блюда готовятся в земляной печи И-Му. Благодаря голливудским фильмам полинезийский танец хула стал известен всему миру. Хула – это радость жизни в духе алоха, любви ко всему живому. Американские фильмы сделали хулу довольно тривиальной. Для коренных жителей она была чем-то большим, чем просто танец. Прежде чем миссионеры ввели на островах письменность, хула успешно ее заменяла. В хореографии были скрыты не только эмоции, но и целые повествования, легенды, история племени, рассказы об исторических событиях. Танцовщицам под угрозой смерти было запрещено импровизировать и менять порядок танца. Это как бы делало фальшивой всю историю народа. Традиции танца хула похоронили христианские колонизаторы, запретившие его как неприличное языческое действие. Дорога, обозначенная номером 340, вьется серпантином вдоль изрезанного северо-западного побережья. Зеленые горные склоны, отвесно падающие к морю, напоминают суровое побережье Шотландии или Ирландии. Из моря вырастает скала Кахакуоли почти 200-метровой высоты. В тени высокого бога притулилась маленькая деревушка, названная тем же именем. В эту деревню массовый туризм еще не добрался. Силуэт Халиакалы виден издалека. Заснувший вулкан, сформировавший остров Мауи, вознесся из морских глубин почти миллион лет назад. По крутой дороге ползут автобусы, нагруженные горными велосипедами. Съезжать велосипедисты будут уже собственными силами. Мероприятие под лозунгом «На велосипеде с вулкана» уверенно можно назвать экстремальным. После 3000 метров сумасшедшей езды, тормоза велосипеда так разогреваются, что прикоснувшись можно получить ожог. Крутизна Халиакалы привлекает и любителей верховой езды. Вместо двух колес, четыре копыта, седло и узда. Густой туман не облегчает подъем. Халиакала Халиакала, согласно древним гавайским верованиям, была местом обитания Солнца, покоренного богом Мауи. Древняя легенда гласит, что Солнце передвигалось по небу так быстро, что мать Мауи не успевала высушить платки после стирки. Мауи ей решил навести порядок. Из волос своей сестры он сплел длинную веревку, в петлю которой и поймал светящийся шар. Чтобы освободиться, Солнцу пришлось дать обещание двигаться по небу медленнее. Таким образом, Мауи обеспечил человечеству длинные дни. После геройского поступка Мауи вулкан был назван Халиакала, Дом Солнца. Светило послушно дарит лучи и собственному жилищу, самому большому кратеру в мире. Его глубина более 800 метров, ширина 4 километра, а длина более 12 километров. Здесь можно почувствовать себя последним человеком на Земле, о котором Всевышний забыл в день Страшного Суда, и который потерялся на вершине, соединяющей Землю с небом. Ты словно осколок мира, переставшего существовать. Судя по этим словам, вид Халиакала произвел на Марка Твена неизгладимое впечатление. Склоны Халиакала неожиданно полны жизни. Среди прочих здесь есть растение, которое встречается только на Гавайях, и то всего в нескольких местах. Эндемическая Ахинахина, которая зовется также Серебряным мечом, живет 25 лет, при этом расцветает лишь один раз, выпуская сотни цветов из единственного стебля. Постепенно туман с моря окутывает склоны вулкана. Светило выполнило дневную норму и собирается скрыться в своем кратере. Последний акт волшебного спектакля. Лучи заходящего солнца раскрашивают в десятки цветов вулканические острова посреди океана. Земной рай, возникший из преисподней. Вулканическая Ахинахина Субтитры создавал DimaTorzok